На первом месте инвестиции. Щёлковскому району поставлена задача увеличить доходную часть бюджета за счёт вовлечения в оборот заброшенных объектов капитального строительства. Планам на ближайшие пять лет предстоит реанимировать 167 таких объектов разной формы собственности. На 1 ноября площадок, выявленный вовлеченном оборот 183, дополнительные доходы, необходимые для исполнения районов взятых на себя социальных обязательств. Началась подготовка к формированию трёхлетнего бюджета района. До конца года поселениям необходимо привлечь не менее 50 инвесторов, в среднем по пять на каждое муниципальное образование. Прошло пять месяцев, показатель неплохой. Стоит у нас немного Загорянка, там у вас совсем небольшое количество, Светловка и Монина в том числе. Одна из проблемных территорий – недействующий санаторий Монина. Что там, хочу разобраться вместе с Александром Петровичем по ситуации вот с этим санаторием. Я готов с вами свести этого инвестора. Значительные свободные площади сосредоточены во Фрянове. Сюда только предстоит привезти инвесторов. В Анискинском реализацию проектов задерживает принятие генеральных планов поселения. Обличные слушания начались первой на очереди Гребневская и Монина. В прошлом сельскохозяйственный гигант совхоз «Орловский», где сохранилось молочное производство, рассматривая Щелковский район как новую площадку для сбыта. Этот шаг администрация муниципалитета считает своевременным. Поменялась команда в совхозе «Орловском». И руководитель вышел с инициативой, чтобы продукцию разместить по Щелковскому району. Продукцию молочную, они там производят яйцо. Есть завод, макоперабатывающий. С вашего позволения я тогда инициирую совещание. Инициирую совещание, проведем совещание с сетевыми магазинами. Еще два инвестора в Медвежье-Озерском занимаются оформлением разрешительной документации. Администрация поселения вносит ясность в сложные взаимоотношения между собственником обанкротившегося предприятия и банком. Не менее важный вопрос – содержание городской инфраструктуры. Алексей Валов считает необходимым повысить ответственность управляющих компаний за содержание дорог, тротуаров и переходов. Ответственность управляющих компаний на своих участках, а в частности дирекция единозаканчика ЖКХ, будет повышена. Соответственно, все владельцы культурных учреждений, магазинов и других объектов, которые находятся в частной собственности, будут хвачены контролем. На новый уровень реализации выходит программа «Дороги к школе», финансируемая из бюджетов поселений. Любой капитальный ремонт дорог теперь рассматривается как нарушение. Мы отменяем все работы Максим Александрович сегодня. Всех известить, контракт разорвать по всем работам по асфальтированию. Район не справился с уборкой территории от снега. Этот факт послужил поводом для проверки готовности управляющих организаций к зимнему обслуживанию жилого фонда. Штатная численность дворников в таких компаниях значительно меньше нормативной. Им уже сегодня предстоит убирать детские спортивные площадки с резиновым покрытием. Отдел по благоустройству администрации подготовил правила по их содержанию. Алексей Валов поручил отделу вместе с депутатами проверить состояние площадок. Нарекания жителей говорят о проблемах. Кроме того, поручено сформировать дополнительные выезды на дома для последующего включения их в план капитального ремонта. В этот перечень по многочисленным обращениям горожан включена улица Заречная. Новая улица в Щелкове присвоит название народного ополчения в памяти о добровольцах, защищавших подступы Москвы в 1941 году. Менять название улицы Фабричной, что предлагала сделать общественная палата, по экономическим меркам нецелесообразно. Я считаю, что надо делать разумно, я поддерживаю то, что надо переименовать улицу в какую-то вновь застраиваемую микрорайоне. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелкова.